Привет-привет, друзья! Всем привет со снежной опять Аляски! Сегодня у нас 30 января, пятница, и опять навалило ночью снега целая куча. Двор еще не чистили. Но я слышала шкрябанье лопаты и, наверное, уже почистили крылечко. Сейчас посмотрим. Крылечко уже чистенькое, приходили, и снег этот быстренько весь смели здесь. Вот, на улице у нас минус 7 градусов. Минус 7 градусов. А у меня сегодня день уборки. Так что все, побежала я прибираться. Такое небо у нас сегодня голубое. И солнышко еще не встало, но где-то вон там за этим домом. Надеюсь, что я его еще увижу сегодня. Решила сегодня перестирать все вот с этой комнаты, с этого диванчика. И соберу его, наверное, сейчас. А то он у меня стоит разложенный, место занимает. Я все равно здесь не нахожусь в этой комнате никогда. Поэтому вот сейчас все перестираю. И все здесь положу для тебя, Сквика. У меня эту комнату Сквика очень сильно любит. Она постоянно на этом диванчике лежит. И вот эта коробочка ее здесь тоже, в которой она спит. Так что вот, Сквикенька, буду для тебя комнату готовить, да? Ну, ты маленькая. Сквика вообще очень любопытная кошка. Она любит все новое. Вот только я начала здесь ложкаться, все убирать, снимать. И она тут как тут. Вообще, вот этот чехол с дивана тоже можно снять вот с этих подушек и постирать. Но такая большая бандура, я боюсь, что одна не справлюсь. В принципе, не грязный. Он постоянно застелен. Чистенький. Но, в принципе, столько лет прошло, уже, конечно, можно было бы его и постирать, наверное. Когда-нибудь, может быть, я решусь на этот шаг. Такая штука внутри. Паралон, не паралон. Вот такая получилась у меня комнатка. Диван, конечно, столько места занимает, когда он разложенный, что вот сейчас собрала, и комната, кажется, в два раза больше стала. Вот, осталось. Сейчас вон стираются у меня уже наволочки. Здесь на подушечке одену. И гирлянду тоже сняла. Вот, уже буду потихонечку разбирать елочные украшения. С балкона тоже сниму сейчас гирлянду. С комнаты. Ой, какой ужас здесь идет. Включила телевизор. Думаю, пока убираюсь, пусть у меня идет фоном. А здесь вот такая вот кровавая картинка. Ну, какой кошмар. Что это за фильм-то такой хоть идет? Человек без головы? Ай! Вот здесь у меня есть на телевизоре гайд. И можно посмотреть. Студент-медик оживил своего безголового профессора при помощи специального серума. Вот такой вот ужас. Вот буду лучше смотреть свое любимое кино «Как я встретил вашу маму». Кстати, очень классно для изучения английского языка, мне кажется, оно тоже подходит. Потому что обычная жизнь, они говорят обычными словами. И вот мне очень нравится смотреть этот фильм, поэтому... Здесь в Америке, когда ходишь к зубному, даже на обыкновенную чистку зубов, раз в полгода положено, они потом дают тебе такой вот наборчик с собой. Зубная щеточка, зубная паста, нить. Это вот такие гамм... Это вот такие вот штучки здесь. Сейчас покажу. Такие вот штучки чистить между зубами. Несколько пакетиков. Потом вот такие вот штучки. Такие палочки, тоже как зубочистки. И вот такие две штучки, но в обычный пакет они не входят. Вот эти мне она дала, потому что я пожаловалась, что десна очень чувствительные. Она мне дала вот таких вот две штучки для чувствительных тесен. В общем, может быть, в России тоже сейчас дают вот такие бесплатные пакетики. У меня в Гонолулу тоже я каждые полгода ходила чистить зубы, и каждый раз мне давали вот такой наборчик с собой. Набралось несколько штук. Я потом вот уезжала, все их повыкидывала. Моя самая любимая вещь в квартире. Камин, но он же и самый большой источник беспорядка. Как бы аккуратно я не старалась, но все равно вот топлю сейчас камин практически каждый день. И очень часто приходится здесь убирать. И все равно вот этот вот мусор постоянно, пепел какой-то летит. И дрова опять же, как бы я здесь их не складывала, все равно от них мусор у меня все время. И, кстати, хочу сказать, что дрова у меня двух видов. Рикардо заказал пополам на пополам. Половина березка, вот она березка, и половина сосна. И я хочу сказать, что береза, она более плотное такое дерево, и горит оно гораздо труднее разжигается, горит дольше. А сосна, она более мягкая такая, более рыхлая, моментально схватывается, горит здорово, но и прогорает довольно-таки быстро. И вот очень хорошо в камин класть дрова двух видов. Так, сейчас. Вот, очень здорово, что два вида дров, потому что, когда их вместе складываешь в камин, смешиваешь, то получается, что сосна прогорает быстро, но зато она разжигает березу, береза горит дольше, и поэтому меньше нужно дров. В общем, вот мне кажется, такой микс, это самый идеальный вариант. И еще я могу ошибаться, но у меня такое чувство, что от березы как-то больше жара. Больше жара она дает. Но зато сосна, мне безумно нравится, как она трещит. Вот береза, она не трещит, а сосна, она просто аж искры летят во все стороны, и грохот такой, и просто музыка для ушей. Вот этот вот звук потрескивания дров в камине. Сам камин я тоже периодически чищу. Я выгребаю вот эту всю золу в мешки, складываю и выбрасываю. Говорят, зола очень хорошо для удобрения. Вот у меня, например, родители, они золой посыпают огородные грядки, и тогда растения лучше растут. Они мне предлагали посыпать золой мою смородинку, которую я посадила вот на заднем дворе. Но там сейчас все заледенело, все в снегу, поэтому я пока этого не делаю. И вот такой вот у меня здесь получился порядок. Чистота и порядок. Но жалко, что ненадолго. Сегодня вечером опять буду топить камин, и опять начинаю все сначала. Ну вот и все. Дома чистота и порядок. Гирлянды все поснимала из балкона, из комнаты. Елочку оставила пока. Не поднимается у меня рука ее убрать. Не хочу, никак не хочу пока этого делать. Так разошлась я со стиркой всяких подушечек и скатерти, что все и в комнате тоже поснимала. Все подушки отсюда, скатерть. И вот эти вот сидушки на стуле тоже. Вон машинка крутится сейчас. Все-все-все это перестирывается. А сюда пока положила скатерть. Ой, скатерть говорю. Шторку. Потом переложу, потому что мне не нравится неприкрытый стол. Хотя он и красивый. Он вот такой вот, в принципе, дерево такое красивое. Но, не знаю, мне почему-то все равно кажется он голым как будто бы. Вот. Сейчас буду обедать. На обед у меня вчерашний борщ. Кстати, борщ получился обалденно вкусный. Вот из этой новой капуски. Очень-очень вкусный, такой классный прямо получился борщ. Итак, моя шаль готова и постирана. Смотрите, что получилось. Вот такая получилась огромная шаль. Вот такого огромного и огромного размера. Меня лично немножко не устраивает в этой шале, что она неровной длины. Вот посмотрите, какая она получилась длинная, огромная впереди. А сзади при этом она вот такая. Вот немножко неравномерно. Так, в принципе, конечно, классно. Очень уютная, комфортная шаль получилась. Вот еще раз. Может быть, вот так. А сейчас я включу еще лампочку. Может быть, будет лучше видно. Вот, вот такое вот получилось у меня изделие. И вот, когда шаль одета, получается, здесь она вообще до колена. Такая длиннющая. А если я повернусь сзади, то такая. И вот эту неравномерность я сейчас уже знаю, как можно было бы исправить. Если бы я вот здесь, в самое начало шали, сделала спицами тоньше, чтобы вот здесь оно было потуже, а дальше уже вязала так, как связано. Тогда бы получилось немножко лучше. Но, но ничего. Все равно мне шаль нравится. Эта шаль для меня, никому. Потому что я как сапожник без сапог. И даже вот просто дома буду ходить в этой шале теперь. Вот. Ну, вот и все на сегодня. Вот и все, мои хорошие. Всех целую, всех люблю. Всем желаю счастья и удачи. И хорошего настроения. И любви, и здоровья. И пока-пока. Удачи! Пока! Продолжение следует...